Всем привет, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Роско. Как говорил Бернард Шоу, человек без адреса подозрителен, человек с двумя адресами, тем более. Заказав выписку из URL, компания вдруг обнаруживает так называемую черную метку в отношении юридического адреса. Что это означает? Какие действия незамедлительно нужно предпринять, чтобы избавиться от галочки о недостоверности? Что будет с компанией, если она проигнорирует такую метку? Узнаете прямо сейчас. О том, что налоговики в 2016 году проводили работу по выявлению компаний, которые обладают признаками однодневок, мы говорили в нашем видео. Если на заре выявления недостоверности адреса метку можно было увидеть в выписке из URL на бумаге, то начиная с 2017 года черная метка фигурирует и в электронных выписках из URL. Что означает недостоверность адреса? Забегая вперед, отмечу, что далеко не всегда недостоверность адреса по решению налоговиков таковой является на самом деле. По каким критериям адрес может быть признан недостоверным? Об этом расскажет юрист компании «Роско» Ольга Шумикова. Частыми признаками, которые позволяют отнести юридический адрес к категории «недостоверный» являются По данному адресу фигурирует 5 и более компаний. По заявленному адресу находится разрушенный объект недвижимости. Адрес в принципе не может быть использован для размещения офиса. Например, по данному адресу располагаются органы государственной власти, военкоматы, органы защиты. Как правило, недостоверность адреса выявляется при регистрации компании. Тем не менее, черную метку могут получить уже существующие фирмы. Например, налоговики могут прийти на указанный в ЮГРЛ адрес и не обнаружить компанию. На практике известны случаи, когда налоговые органы, не увидев вывеску компании, делали вывод о недостоверности ее адреса. В любом случае, налоговики должны направить компании уведомление о необходимости подтверждения достоверности адреса в ЮГРЛ. В свою очередь, фирма в течение 30 дней должна предоставить сведения о достоверном адресе. Опять же, компания может не получить направленное уведомление, либо налоговые органы забывают это сделать и сразу вносят данные о недостоверности адреса фирмы. А вы сталкивались с такой ситуацией? Пишите в комментариях под этим видео. Какие последствия будут у компании, если ничего не делать? Получив уведомление от налоговиков о недостоверности, некоторые руководители не спешат к урегулированию данного вопроса с налоговиками. А бывает, что компания случайно узнает о черной метке. Например, при заключении договора с контрагентом заказывается выписка из ЮГРЛ. И уже в выписке видна дата внесения записи о недостоверности адреса в разделе об адресе организации. От центральной больницы два квартала к юргу, три квартала на запад. Такой адрес может быть у любого места в одной стране. В какой, расскажет специалист по связи с общественностью компания «Роская» Ксения Иснова. Вместо номеров и названий улиц в Никарагуа используются имена известных достопримечательностей, а также географические направления – север, юг, запад и восток. Именно поэтому в этой стране лучше хорошо ориентироваться на местности, а также быть готовым услышать в качестве адреса от главной площади полквартала на запад. Продолжим. Если компания не примет незамедлительных мер, то по истечении шести месяцев после появления черной метки ее могут исключить из ЮГРЛ. Решение о предстоящем исключении из реестра, как и при добровольной ликвидации компании, должно быть опубликовано в вестнике государственной регистрации. Конечно, если в отношении компании возбуждено банкротство или у нее есть долги перед бюджетом, автоматически она не будет исключена. Но наличие черной метки чревато массой неприятностей в бизнесе. Контрагент не будет заключать договор с такой компанией, чтобы его впоследствии не заподозрили в непроявлении должной осмотрительности при заключении сделок. Поэтому наличие метки сказывается и на репутации бизнесмена. Порой в жизни кажется, что идут только черные полосы. Грамотный юрист, как художник, способен менять цвет от черного к белому. Для получения помощи юристов компании «Роско» позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Рассмотрим ситуацию, когда налоговики ошибочно внесли черную метку в часть адреса компании. Если в 30-дневный срок ответа на уведомления налоговых органов не пропущен, то компании нужно обосновать достоверность сведений об адресе. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие нахождение фирмы по данному адресу, а также запроводительное письмо, например, копию договора аренды или субаренды, фотографии здания и офиса, иные пояснения. Если налоговиков не убедят аргументы компании, то тогда нужно направить жалобу в управление ФНС. Ее рассматривают в месячный срок. Подать жалобу можно лично через доверенное лицо в налоговую инспекцию. Документ может быть подписан в электронном виде, либо направлен по почте. Впоследствии решения по жалобе можно также оспорить в суде. В данном случае компания не обязана соблюдать претензиозный порядок урегулирования споров. Подробнее об этом расскажет юрист компании «Роско» Ольга Шумикова. При рассмотрении подобных споров суды анализируют действия налоговых органов. Предпринимали ли налоговые органы меры по осмотру здания внутри и со двора? Как устанавливали ли собственника помещения по адресу? Опрашивали лиц, располагающие сведениями о нахождении компании по данному адресу? Более запущенным случаем является уже внесение черной метки в URL. Понятно, что в этом случае сроки ответа на уведомления уже истекли. Вторым способом является внесение достоверных сведений. Например, у компании не совпадает юридический и фактический адрес. В таком случае фирма может подготовить документы о смене адреса. Компания заполняет форму R13014. Адрес нужно указать в листе B. Общий срок рассмотрения налоговиками формы – 7 дней. При необходимости проверки в отношении юридического адреса налоговые органы могут увеличить срок до 30 дней. Как избежать черной метки? Для того, чтобы избежать существенных проблем в будущем, необходимо проверить актуальность сведений в URL. При этом можно воспользоваться бесплатным сервисом на сайте налоговиков. Достаточно указать ИНН либо ОГРН компании. Бизнесмен может заказать электронную выписку в налоговой инспекции. Также можно запросить бумажную выписку через МФЦ. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему. Юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – пусть РосКо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова